Добрый вечер, в эфире «Вести» Карачаева, Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Болезнь, уверяют врачи. Вышла в свет книга «Три рассказа». Ее автор Ислам Хубиев, заместитель министра по делам национальности, массам и коммуникациям и печати. Общественный совет Примвд по Карачаево-Черкесии совместно с Российским Союзом спасателей провели экскурсию для учеников кадетского класса. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Имреза провел встречу с председателем совета директоров группы компании «Домотент» Наумом Бабаевым. Обсудили ряд вопросов по реализации крупного инвестпроекта по производству и переработке баранины в Карачаево-Черкесии. Важнейший экономический эффект от его реализации – рабочие места. За два года планируют создать около тысячи рабочих мест, подчеркнул глава республики. Продолжается реконструкция мясоперерабатывающего завода в Черкесске. Уже в следующем году компания планирует производить тысячу тонн готовой продукции в месяц. В общественной палате Карачаева-Черкесии прошел круглый стол на тему оказания поддержки исполнительной власти негосударственным поставщикам услуг в социальной сфере и некоммерческим организациям. На площадке собрались представители органов власти, экспертного сообщества, действующие поставщики социальных и общественно полезных услуг. Подробности расскажет Мурат Женкёзов. Одной из приоритетных мер социально-государственной политики является привлечение некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг. Существует рейтинг, который называется «Регион НКО», который оценивает работу в целом и работу региональных общественных палат и некоммерческих организаций и исполнительной власти. Несмотря на то, что рейтинг «Регион НКО» уже объявлен за 2021 год, и мы получили результаты, с которыми теперь нам нужно считаться, смотреть, как они реализовываются будут в дальнейшем, и увидеть, что у нас очень много и много работы в этом направлении. Потому что не столь высокое место занял наш регион в этом, соответственно, рейтинге. В нашей республике есть поисково-спасательный отряд, который произвел порядка 200 операций по поиску людей. Есть общественный совет при МВД, который меньше чем за год раздал нуждающимся порядка 500 тонн молочной продукции. А благотворительный фонд «Самира» ежедневно кормит обедами около 80 нуждающихся. В Карачаево-Черкесии была проведена беспрецедентная акция, когда в течение двух месяцев собрали более 300 миллионов рублей для двух детей. Нам есть, что показать, говорили участники встречи. Но вопросы информированности о работе, зарегистрированных в реестре Минэкономразвития 59 организаций, недостаточно эффективно решаются. Мы понимаем, что мы в рейтингах, скажем так, на самом дне, предпоследние. Нам очень обидно, потому что нам есть, что показать, нам есть, чем поделиться. Мы можем выходить на общероссийские площадки, рассказывать, делиться опытом своим. Наши коллеги, я уверена, что могут приложить максимум усилий. Просто постоянно вот такие встречи, которые круглые столы у нас были, перестекали из одного круглого стола в другой безрезультативно. Из республиканского бюджета оказывается существенная поддержка негосударственным образовательным организациям. Четыре негосударственных детских садика за последние три года получили более 27 миллионов рублей. Эти деньги предоставляются на обучение и воспитание подрастающего поколения. Еще три негосударственных общеобразовательных организации получили из республиканского бюджета более 23 миллионов рублей. У нас, кроме них, есть еще негосударственные среднепрофессиональные образования. А их у нас на сегодняшний день всего в республике 20 образовательных организаций среднепрофессионального образования. Из них шесть негосударственных. На сегодняшний день они не получают никакие компенсации на затраты, которые они осуществляют. Ну, в связи с недостаточностью финансовых средств в республиканском бюджете. Если в Черкесске появится еще одна организация дополнительного образования, они могут тоже участвовать, принимать участие, чтобы получить субсидии? Как это происходит? Какой-то конкурсный отбор или же появляется организация всем там доля? Ну, если появятся дошкольные образовательные организации и школьные, так как эти ступени уже получают поддержку, то они получат. Они будут получать. Но по дополнительному и по среднепрофессиональным мы еще не выплачиваем. Высказывания и предложения от действующих НКО нашли свое отражение в принятой реальной резолюции. На встрече были высказаны предложения по дополнению обсуждаемого проекта. Мурат Шанкёзов, Исам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия. Вакцина – единственный и надежный способ избежать тяжелого течения коронавирусной инфекции. И только коллективный иммунитет сможет остановить эту коварную болезнь, уверяют врачи. Какой-то процент привитых людей может и заболеть, но в любом случае они болеют намного легче и гораздо меньше летальных исходов. Сейчас в республике хоть и наблюдается небольшой спад заболевших, но расслабляться не стоит, говорит главный врач Узжигутинской центральной районной больницы Марат Шакманов. Ситуация госпиталя, конечно, сейчас идем мы на убывание. Мы уже выписываем больше больных, чем госпитализируем. И это возможно, что вырабатывается потихонечку коллективный иммунитет, так как усиливаются темпы вакцинации. К чему призываем все наше население республики, от 18 и старше, к только вакцинации. Да только вакцинация может помочь. Противопоказаниями для вакцинации могут быть тяжелые состояния больных, которые имеют сопутствующую патологию со стороны почек, со стороны печени. А так, других особых противопоказаний нет. Есть временные медотводы, те, которые недавно переболели, или у них хронические болезни в стадии обострения. А так, противопоказаний абсолютных нет. Противопоказания только являются относительными. Рекомендация первая. Только вакцинация, ревакцинация, соблюдение санэпид-режима. Все. И где они пребывают, в скоплении массовых людей, там только соблюдать санэпид-режим. И желательно туда пребывать только по вакцинированному, чтобы не заболеть. Мы прослеживаем постоянно, где бывало массовое скопление людей, с массовой скоплением людей в госпиталь в среднем попадают 5-6 человек. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 84 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 29 594 человека. Из них 25 506 выздоровели, 605 человек госпитализированы. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью местами небольшой снег, туман и гололед, днем преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 2-7 в горах до 12 градусов мороза, а днем 2-7 со знаком «плюс» и местами минус 2-3. В Черкесии ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 3-5, а днем 3-5 градусов тепла. Огромный выбор меховых новинок, скидки до 50% и другие выгодные предложения. Это где? Все это на выставке «Меховые традиции». 25 ноября. Карачаевск. Дворец спорта «Олимп». 26 и 27 ноября. Черкесск. ЦРП. Продолжаем выпуск. Имя Хеслама Хубиева широко известно в республике в должности заместителя министра по делам национальности, массовым коммуникациям и печати. Он много занимается профессиональной и общественной деятельностью. Политик также является членом Союза писателей России. Совсем недавно вышла в свет его книга «Три рассказа, ставшая новаторской». В чем ее новизна, узнавала Шерифат Левшокова. Ислам Хубиев известен как автор книг о депортации деятельности Карачаевской общественной организации «Джамагат». Его три рассказа стоят особняком. В них автор поставил себе трудную задачу. Следуя словам Аршака, что для детей надо писать как для взрослых, только лучше, от лица подростков 90-х писатель рассказывает об их душевных переживаниях, страхах, одиночестве. Период развала СССР выбран не случайно. Это время становления самого автора. Рассказы, которых на самом деле четыре, основаны на реальных событиях. Это то, что писатель видел сам, переживал, наблюдал у своих сверстников. Много об этом говорится. Говорится о том, что были сложные 90-е годы, были проблемы во всех направлениях, во всех сферах. Но именно взгляд подростка, он ведь особенный взгляд, непредвиденный процесс, который завершился именно распадом великого государства СССР, он, конечно, подростка пугает. И как в этой ситуации повели многие мои сверстники, ребята того времени. Герой первого рассказа «Зеленое море» – 12-летний городской мальчик. Он впервые отправляется с отцом в горы на сенокос. Слушает неспешные разговоры взрослых, ест незамысловатую пищу, учится косить. И в этой размеренности, простой горской жизни, он, ребенок 90-х, уже столкнувшийся с разрухой, чувствует свои корни, которые не дадут ему погибнуть, сгинуть в общей безысходности того времени. Возвращаясь домой в машине на стоге сена, он видит перед собой безграничное зеленое море, которое останется с ним навсегда. Он счастлив, еще не осознавая, что в нем генетически заложены те же ценности, что и у селян, возвращающихся домой после тяжелой работы. Есть вечные ценности, не буду говорить пафосные слова. Это и любовь к родине, и верность своему слову, это и человечность, всеобъемлющее такое понятие. Вот эти вещи, это константа, оно не меняется. А тем более, тем более вот у горских народов, это вот просто уже, как говорится, заложено генетически. И это все не менялось. Кстати, это нас и спасло, и помогло, чтобы мы не трансформировались и не стали теми, которые в одночасье поменяли все ценное на что-то более временное. Во втором рассказе «Охота на тура» юный герой впервые ходит по опасным горным тропам. Мальчик мерзнет, устает. Став свидетелем убийства тура, он принимает собственное решение. Ислам Хубиев, поднимая гуманистические вопросы, оставляет финал открытым. В рассказе «Ледяной корабль» читатель окунается в атмосферу 90-х. Автор не боится употреблять термины, малопонятные нынешнему юному читателю. Писатель уверен, если подросток задумается, заинтересуется значением слова, он уже проведет большую работу. О силе нравственных ценностей говорит Ислам Хубиев и в своем рассказе «Обещание». Испытания мальчика сродни народному телу в чужой для него среде, которая выталкивает его. Подросток, росший в атмосфере традиционных кавказских ценностей, делает свой выбор. Автор, вложивший в рассказы волнующие его душу мысли, надеется, что они найдут отклик у юных читателей. Сошлюсь на цитату маститых писателей, которые говорят, в основном, они считают, что человек должен находиться в состоянии влюбленности. Вот эта влюбленность, скорее всего, у меня формировалась именно к книгам и к творчеству. Я считаю, что любой человек должен себя творчески проявлять, если это ему тамно. Надо сохранять именно нам сейчас здоровую молодежь. И я считаю, что со своей стороны я вношу таким образом лепту. Шерифат Левшокова, Али Бустанов, Вести Карачаева, Черкесия. Общественный совет при МВД по Карачаево-Черкесии совместно с Российским союзом писателей провели экскурсию для учеников кадетского класса в Карачаево-Черкесском поисково-спасательном отряде МЧС России. В экспозиционном зале представители Общественного совета и поисково-спасательного отряда имени Дзираева провели ребятам урок мужества в рамках профилактической операции «Дети России-21». Встреча началась с показа спасательной техники и специального оборудования. Также детям показали стенд с многочисленными заслуженными наградами, кубками, медалями и трофеями, которые спасатели завоевывают практически каждый год. Председатель Общественного совета при МВД Мария Атабиева рассказала ребятам о пользе здорового образа жизни и о том, что занятия спортом напрямую связаны с профессиями спасателей, полицейских, пожарных и других специальных подразделений, призванных спасать и защищать граждан нашей страны. В завершении экскурсии ребят ждал приятный сюрприз. Спасатели угостили всех сладостями. Это все вести. Прямо сейчас продолжение фильма «Стенограмма судьбы». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»